здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на канале арта зирка и сегодня мы с вами будем рисовать очень классную картину это будут мандарины то что практически они на полках магазина находятся у нас круглый год у некоторых они конечно ассоциируются с новым годом и зимой но у меня мандарины ассоциируется просто так как это мой любимый цитрусовый фрукт и как бы его можно употреблять в еду круглый год поэтому хочется его и изобразить сегодня как всегда для начала мы делим наш листик пополам и пополам рисуем такой крестик это называется осевые линии для того чтобы найти на середину нашего листа для этого нам нужно делать осевые линии далее друзья мы будем рисовать мешок которым будут наши мандаринки такой будет в небольшом виде полукруг так вот так будет сказать вот тут у нас еще круг нарисуем это будет мандаринка у художников есть свои хитрости если что-то мы не знаем как нарисовать что-то не получается то просто эту часть закрывает например в пейзаже угол дома закрывают кустом или деревом то же самое и на картинах если художник что-то не знает в чем-то не уверен он легко может рядом что-то нарисовать придумать другое такие формочки кругленькие бывают приплюснутые мандаринки тут еще какая-то мандаринка лежит можно даже вот эту чуть-чуть побольше сделать так рисунок смотрите на вообще очень очень простой так сделаем сейчас хвостик небольшую веточку нарисуем и например можно нарисовать листики красиво потому что очень красиво когда оранжевый такой сочный цвет мандаринки и красивые такие яркие зеленые листья это прям супер классно смотрится вот такой вот лист загибаем здесь загибаем загибаем сюда и тут тоже у нас а у каждого тут сюда хвостик даже можно немножечко мы тут наведем порядок и нам больше будет понятно где же этот хвостик взял и рукой не стираем стараемся так и вот тут листик тоже например тут идет листик даже он может прикрыть этот вот такой какой-то тут же наводим порядок чтобы потом сами разобрали что мы тут нарисовали есть отлично все у нас получается так следующее вот здесь и сюда тоже самое листик он тут более длинненький то что у нас место тут позволяет по длинной нарисовать и с этой стороны вот вот сюда спрятался листик видите очень легко такой полу кружочек на самом деле работа очень просто вот тут наш кусочек мешочка мы можем стереть чтобы вас была подсказка мы можем сразу вот такие кружочки на мандаринках наметить это будут самые самые светлые стороны за которые мы не будем заходить мы не будем туда прятаться по одной простой причине так сильно туда не будем углубляться мешок и вот тут темная сторона мешочка смотрите на а наша рисуночек уже готов вот он очень-очень легкий ничего сложного нет но посмотрим может где-то вот мешочка берем власть у меня сегодня такой и конечно же стираем осевые линии вот этот наш крестик стираем он нам уже больше не нужен смотрите можно работать красками гуаши можно работать красками акварели но эффект будет разный если акварель то практически вот таких темных не должно быть нужно вот это все убирать вычищать я буду работать гуашью по той причине что она более яркая и рисунок такой будет более яркий кричащий от акварельки чтобы добиться яркости нужно просто около семи слоев сделать да и либо сразу надо много-много брать краски мало водички так но приступим вот у нас работа один овал 2 3 4 и какой-то мешочек все единственное что мы можем себе наметить эта линия стола до или пола где у нас мешочек можно можно выше можно ниже и сделать и параллельно все есть линия это у нас есть тоже смотрим внимательно где листья какие-то у нас случайные линии все нужно удалить чтобы мы потом не запутались нас ничего не отвлекал есть наша работа готова очень-очень она легкая сейчас и друзья мои я хочу начать вот именно с такого яркого желтого цвета скучью ночью такой яркий мандаринка же не такая друзья мои вы все увидите мы всегда можем затемнить а вот высветлить у нас уже может не быть такой возможности поэтому мы начнем с самого светленького вот так мандаринка нам нужно будет сделать свой такой красивый оранжевый цвет для этого я возьму желтый можно взять на палитру можно на листик вот я на палитру беру и рядом беру красный чуть-чуть подсохли цвета мешали ног сильно красный видите надо желтого больше сейчас мы желтый из баночки возьмем вот так вот это густо-густо взяли водичка рыба вот он уже такой желто-оранжевый становится не такой красный даже можно еще краснее ничего мы потихонечку будем усиливать эти башина сама по себе очень такая пастозная краска она вот очень-очень густо рисует эти как густо-густо накладывается цвет аккуратненько работаем по всей работе одновременно нет такого что мы за какой-то кусочек зацепились и там застряли не такого допустить нельзя друзья мои знаете это во всей по всей работе работа так пока мы просто могу сказать обвели наши мандаринки таким ярким оранжевым цветом сейчас что я сделаю смотрите я возьму этот оранжевый в соседние положу и возьму немножечко красного вот видите чтобы такая ярче мандаринка была и вот тут уже оранжевым можно вот такой не это не чисто красный не перепутать пожалуйста это именно вот оранжевый чтобы показать объем получается у нас три цвета до желтый желтая с красным оранжевым и прям уже такой более насыщенный больше красным и вот так мы по контуру проводим наши мандаринку вообще я очень люблю фрукты рисовать потому что они с ними ассоциации очень хорошие да потому что они нам приносит радость удовольствие это фрукт нам он повышает настроение мы такие довольны когда особенно что-то любимое кушаем все пока от мандарина мы отстанем пусть они немножечко подсыхают мы сейчас займемся мешочком а потом еще днемся фона потому что для мешочком мы будем использовать такой цвет белый белый гош и охрочку вот поэтому нам нужно и мягкие мягкие цвета но в то же время чтобы они у нас не слипались даже можно немножечко металл коричневый так есть покажу вам сегодня все секреты работы с тенью сейчас мы пока просто раскрашиваем наш мешочек друзья чтобы понять самое интересное это свет и тень с помощью них мы видим предмет объемным данном например мандаринка мешок с помощью светлого и тем как это вообще реализовать умение на практике так это тяжело нет друзья мои я вообще с раскрою секрет это очень легко когда вы представляете что светит солнышко и вы должны понимать вот куда она может светить посмотрите она может сюда сунди да вот на середину серединка может быть цвет но под мешочек солнышко ну никак светить не сможет соответственно под мешочком будет тёмно светлого не есть такое так дальше у нас будет еще такое где мандаринка касается с мешочком там тоже самое темное место вот таким образом мы будем поступать со светом и тенью пока мы просто раскрасили мешочек видите белый охра и коричневый принципе вот эти два цвета нам нужны были все отстали от мешочка пусть он подсыхает даже эти капельки водички попали но у нас гуашь и это для нас никак не страшно ничего такого не происходит я хочу сейчас нарисовать фон за и вот всегда очень красиво когда фиолетовый и оранжевый эти такие да немножко противоположные цвета но потому что один холодный а второй теплый вот как они между собой подружатся сюда можно и синий такой насыщенный ввести вот так обходим наши листики мандаринка аккуратненько работаем над усиление вот так есть легче всего это просто тоненькой кисточкой не спеша обвести друзьям и не переживать если вдруг вы не успеваете то это видео мастер-класс всегда можете нажать на паузу потом воспроизвести с того момента где вы остановились если кто-то вас позвал срочно нужно кушать бежать еще что-то делать не переживайте у вас обязательно все получится знайте что вы можете в ютюбе писать комментарии можете в инстаграме меня находить и присылать фотографию что у вас получилось это берем синий эти прям из баночки и уже когда мы обвели вот тут мы можем брать разгон нас уже тут ничего не останавливает не ограничивает вот так конечно же можно и фиолетовенький сюда заводить для глубины цвета есть такое мы знаем что гуашь краска плотная укрывистая поэтому конечно же когда мы ее рисуем нужно об этом не забывать и не пользоваться и как акварелью много воды нет она сама по себе очень густая насыщенная и яркая закрашиваем не боимся измазать стол от гуаши он отлично отмывается если у кого-то белый стол то лучше постелить клеенку специальную пленку либо какую-то газетку скатерть все что угодно лучше подстелить вот супер есть отлично мы закрасили пусть теперь у нас подсыхает мы идем дальше с вами но хочу сказать очень-очень красиво оранжевый синий фиолетов прямо сказка и такой темный коричневый берем там у нас то еще гуашь из баночки она такая как шоколадка цвет молочный шоколад и тоже так же друзья мы обводим обводим наше предыдущие случайно не попасть не закрасим то что мы и красить и не хотели для холодных там где у нас тень можно его смешать с фиолетовым либо с таким коричневеньким есть вот так аккуратно и можно такие спокойные деревяшечки нарисовать можно вот у нас тут остался такой желтый от мандари можно и его использовать в дело потому что у нас краска никакая не должна оставаться все в дело все в работу вот оно тут есть мы можем вот такой либо это может быть цвет охра да мы знаем вот она у нас выглядит вот так цвет охра можно ее использовать так аккуратненько тут у нас еще красочка не высохла поэтому может давать зеленый цвет этому нужно просто очень-очень аккуратно кисточкой либо дождаться когда высохнет так кисточку мне небольшая вот наверное это четверочка форма прямоугольная можно и круглый материал синтетика так идем дальше аккуратно уже краска заканчивается получается рисунка будто бы водой опять-таки появляется эффект аквареля он нам не нужен нам нужен эффект гуашь тогда мы прям возьмем вот из баночки сюда на палитру вот погуще видите как красиво такой густой цвет насыщен вообще мне уже начинает драться а еще как бы на сегодняшний момент у нас просто пока это бы такая легкая раскраска да мы еще не прорабатывали детали не насыщали нашу работу но она уже такая интересная так есть мандаринки у нас есть отлично едем дальше нам понадобится конечно же цвет для листьев друзья мои нам надо сейчас делать листики для этого мы будем использовать желтый цвет вот именно желтый такой яркий и будем использовать бирюзу даже желтый могу на палитру положить и кое-где именно так вот листики прокрыть свои мандариновые это не страшно теперь беру бирюзовый вот вы видите какие сразу яркий 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 цвет получается вот так аккуратно все это покрываю шаг за шагом поэтапно получается очень очень интересно сейчас у меня кисточка толстая я рисовала фон нужно ее поменять на тоньше потому что становится неудобно так вы скажете юли зачем это желтым делали а для того чтобы листик как бы светился он же у нас не каменный а натуральный поэтому чтобы такой был эффект прозрачность поэтому нам этот желтенький видите очень поможет чтобы листик именно был листиком не как будто бы это камень какой-то и очень красиво когда немножечко даже синенький там где тень мы подумаем где добавить где у нас вот так вот так отлично отлично можно пламенько растушевывать очень красивые листики получается получается мы от желтого совсем совсем избавились нет у нас ничего желтого и сюда не особо остренько надо такие детальки сделать зарисовать все это очень аккуратно сделать подсыхает мы не будем сейчас сильно лезть и немножечко можно вот тут заняться стебель так стебель леночка стебель , супер вот тут здесь вот 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 красотища красота сейчас нам пришло время поработать с нашими мандаринками потому что они совсем у нас не объемный еще пока как этого добиться я беру коричневый цвет немножечко с фиолетовым потому что тень она у нас холодная она не может быть теплой и там где две мандаринки встречаются между собой будет самое темное место под листиком идите темно тень такая тоже солнышко сюда подсветить нам не может ну как будто бы нашу мандринку обвели коричневым цветом но мы немножечко плавно растушуем и перед этим не обвечем пока обвести коричневым цветом тоже с этой стороны коричневый с фиолетовым конечно же мы какие-то то что у нас плохо получилось какие-то свои неровности мы сейчас всего можем подправить есть и конечно же нижняя наша мандаринка не исключение от листика тень и конечно же нижняя наша мандаринка чуть-чуть коричневый тут совсем чуть-чуть и я обязательно где мешок вот вводим уже более насыщенным есть от листика тень есть от мешочка вот тут петелька полосочки и конечно же под нашим мешком вот такой холодный холодный коричневый фиолетовый коричневый цвет можно усилить тень от мандаринки здесь любого случая она будет так не переживайте берите яркие цвета друзья мы это так классно рисовать создавать что-то новое интересное это просто творчество она дает нам силы вдохновение получается очень очень красиво и конечно же нам нужно поработать сейчас над плавностью такая прям коричневая губа водка не угодится нам поэтому мы немножечко над всей работой очаровывать нашу работу вот тут тоже плавности добавляем нашу линию и конечно же обязательно беленький 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 можно тон где-то беленький добавить журналистик можно добавить показать что отлично и конечно же желтый рядом с белым будет желтый очень очень красивый мандаринки как видите какая же мандриночка. Красиво получается. Красиво. Угощает нас. Я уверена, что у вас отлично получается. Не забывайте хорошо, качественно промывать листья. Потому что очень важно, чтобы тот цвет, который вы хотите внести к картине, он у вас получался. Для этого нужно, возможно, хорошо пойти помыть кисть с мылом, а возможно и поменять водичку, если у вас объем водички совсем небольшой. Это значит стакан небольшой. Кто не понял, где хранится вода. Аккуратно. Теперь просто мы, как Шерлок и Холмса, смотрим какие-то моменты, какие-то детальки. Где-то мы можем размыть, плавнее сделать, растушевать. Смотрите, как делать классные растушевки. Просто мокрой кисточкой, друзья мои. Для этого нам не нужно не брать какой-либо цвет. Нам нужно просто мокрую кисть и гонять туда-сюда цвет. Вмешивать его один в другой. Вот так. И видите, у меня на кисточке нет никакого цвета. Я помыла, просто вода. И растираю. Видите, делают плавный, чтобы не было грубой линии, не было грубой обводки. Тут была такая плавность, объем. То же самое тут на мешочке. Растираем эту плавность. Добавляем плавность линии. Еще. Отлично. Тоже самое вот тут с тенью. Тень обязательно нужна. Тень всегда холодная. Не забывайте об этом. Просто под мандаринкой нам нужно сделать овальчик, друзья мои. И все. Так, есть. Тут можно чуть-чуть добавить. Немножечко, немножечко. Так, супер. Конечно же, мы можем взять желтенький. И кое-где, вот тут веточки, они не такие заметные. Кое-где мы будем указать, что это веточка. Потому что она немножечко-немножечко у нас синим фоном сливается. Вот так. Отлично. Так. Есть такое дело. Замечательно. Получились красивые мандарины у нас. Я вам горжусь. Я уверена, что у вас тоже очень-очень красиво все получилось. Вы на большие. Молодцы. Вы старались. Обязательно прислать фотографии своих работ. Я их могу разместить у себя на страничке в инстаграм. Так. И, конечно же, не забывайте ставить свой автограф. Внизу картины. Кто автор. И тоже можно в свою работу добавлять что-то от себя. Скажите, Юль, ну что можно добавить? Может быть, у кого-то бабочка прилетела. Сила на мандарины. Почему? Такое может случиться. Может быть, кто-то еще решил тут мандаринку нарисовать. Или листик в другую сторону. Это не возбраняется. Это ваша работа. Ваше авторство. Поэтому не стесняйтесь. Вы можете всегда добавлять в свою работу что-то от себя. Не переживайте. Так можно. Хочется тут где-то таких точечек поставить. Просто детальки, чтобы собрать наши мандаринки. Итак, друзья мои. Вообще можно считать нашу работу законченной. Единственное, я вам могу показать. Можно сделать такие полосочки на столе. Это по желанию. Его можно сделать и фломастером, и лайнером. А можно вот так. Взять такой черный. Например, с коричневым немножко смешать. И нарисовать такие полосочки. Ну что это? Стол. Деревянный стул. Или деревянная дощечка. Так. Есть. Отлично. Вот тут у нас чуть-чуть есть краски. И можем немножко высветлить. И кое-где нарисовать такие линии. Показать структуру дерева. Как червячки. Видите? Такие они полупруглые. Абсолютно разные могут быть. Показать структуру дерева. Это можно сделать по желанию. Если у вас остались силы. Осталось вдохновение. Вам еще хочется что-то делать. Конечно же это мы делаем только по сухому и тонкой кисточке. Друзья мои. Мы не делаем это по мокрому. Потому что это все растечется. И краска у меня видите? Она как паста. Она очень густая. Мало водички здесь. Чтобы вы знали. Чтобы у вас ничего не потекло. Вы должны кисть контролировать. Вот такие вот красивые. Появляются у нас узоры. На нашем дереве. Где-то можем их подтемнуть. Например. Там где у нас теневая сторона. Можно чуть-чуть красного добавить. Вот каричины. Так. И сюда. Вот так. Супер. Так. Отлично. И так. Наша работа готова. Я вас поздравляю. У нас получилось. Отлично. Поэтому обязательно. 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 Прислайте в интернете свои работы. Мне очень интересно. Что у вас получилось. А я с вами прощаюсь. Дорогие друзья. До новых встреч. В новых видео. С вами была Артзирка. Пока-пока. 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 Пока-пока.